Высокие сугробы почти без людей, но это пока. Весной сюда придет Победа. На этот раз ее несут школьники, они планируют установить здесь обелиск. Он будет расположен в центре сквера Победы, и как можно увидеть, то он будет расположен примерно здесь, потому что здесь как раз все окружено лавочками, стоят как раз флагштоки, и, как видите, есть освещение. Он называется сквером Победы, но чего-то как такового, относящегося к этой самой Победе, в нем нет. Кроме рощи Березово, которая была высушена как ветеранами Великой Отечественной, так и ветеранами труда, работавшими в Тулу. Соответственно, мы решили начать благотворительную акцию по сбору средств на установку там памятника, чтобы название оправдывало место. Рубцовск отправил на Великую Отечественную 18 тысяч солдат. 3,5 тысячи не вернулись. Оставшиеся в Тулу женщины и дети приближали Победу трудом. Здесь в войну работал тракторный завод, Одесский завод имени Октябрьской революции, производили электрооборудование для фронта. Спустя 75 лет в городе ремонтируют сквер Победы. Здесь уже есть детская площадка, скейт-парк, лавочки, нужен и обелиск. Рассудили дети и объявили сбор. Беспроигрышная лотерея, она пойдет сюда, и она будет, ну, наверное, вместе с акцией. Помощь собирают через интернет и офлайн. Ученики организуют концерты, акции и лотереи. Тот обелиск, который будет установлен, он очень замечательной формы такой. Хорошие слова будут, журавли летящие в небо. И для ребят это очень значимо. Эту акцию поддержал весь город, то есть этот памятник не только там от школы, это общенародный, наш, рубцовский будет, я думаю. И это здорово. В мэрии разработали макет обелиска. Школьники уже заручились поддержкой местных предпринимателей. В копилке проекта пока 200 тысяч рублей, а нужно полтора миллиона. Эта победа должна стать действительно общей. Когда мы разрабатывали этот проект, мы рассчитывали, что к 9 мая он уже будет точно готов. И именно 9 мая здесь будет проведено открытие этого памятника и, естественно, проведение самого этого праздника 9 мая. Также мы хотели бы, чтобы в будущем это место было сосредоточением проведения праздника 9 мая и других патриотических праздников именно в Сквере Победы, именно в этом месте. Дарья Демиллер, Николай Шелко, День с толком.